Минувшие дни прошли под знаком юбилея Великого Пушкина. В России за рубежом прошли литературные вечера, концерты, встречи, посвященные дню рождения гения русской поэзии. Традиционно торжества прошли в Верхневодье, где неоднократно бывал Александр Сергеевич. Не случайно в Тверской области еще одним памятником Пушкину стало больше. Монумент солнцу русской поэзии в минувшую субботу был открыт в Старице. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, губернатор Игорь Руденя, председатель Совета фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, спикер законодательного собрания Сергей Голубев, глава округа Сергей Журавлев, жители и гости города. Место для памятника было выбрано в одном из самых живописных мест Старицы, рядом со Свято-Успенским монастырем. На улице названы в честь поэта. Хотя ее впору назвать не Пушкина, а Пушкиных, так как здешний край для этой фамилии совсем не чужой. Принято считать, что с фамилией Пушкин Старицкий край связан в первую очередь благодаря Александру Сергеевичу. Но на самом деле это не так. Сам великий поэт, копаясь в свои родословные, выяснил, что его предка Евстафия Михайловича сюда воеводой поставил Иоанн Васильевич Грозный. А другой русский царь Алексей Михайлович также воеводы сюда прислал другого предка Александра Пушкина, Андрея Владимировича Пушкина. Александр Сергеевич был на Тверской земле более 20 раз. Останавливался в столице Верхней Волжи, гостил в Таржке. Но особый след в его сердце и творчестве оставила Старицкая земля, в частности сам город. Первый раз как раз уже исполнилось. 195 лет назад он приехал сюда на крещение, потому что его друзья пригласили в Старицу, это Вульфы, Панафидины, Борисовы, Вильяшевы. А второй раз уже проездом, последний раз, это 1833 год. Но чаще Александр Сергеевич, конечно же, бывал в Старицких усадьбах, в Малиниках, Павловском, Бернове. Как отметила принимавшая участие в торжественной церемонии вице-премьер Татьяна Голикова, здешние края поэт посещал с особенным удовольствием. Это истинно пушкинское место. И как говорят, в Михайловском он был в ссылке. В Болдино он скрывался от эпидемии. А сюда он просто приезжал, а значит любил. И здесь написаны одни из самых лучших произведений. Это и седьмая глава Евгения Онегина. Здесь он закончил анчары, здесь цветок и посвящение к поэме «Полтава». Автором памятника стала Екатерина Пильникова. Выпускница Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры за 2022 год. Скульптор отмечает, что перед ней поставили непростую задачу. Сделать монумент в классическом стиле, для чего пришлось провести подготовительную работу. Нужно было работать в этом ключе, который требует большой подготовки. Потому что прежде чем я сделала этот памятник, я работала с моделью. Я пошила для модель специально костюм, чтобы он стоял в костюме, чтобы все было очень хорошо, красиво. В рамках церемонии открытия памятника состоялось театрализованное представление с участием актера театра и кино Ивана Стебунова, который предстал в образе Александра Пушкина. А также актера Тверского академического драм-театра Тараса Кузьмина, сыгравшего друга поэта Алексея Вульфа. Раз, два, три, на Пушкина смотри! Есть! Установке только одного монумента дело не ограничилось. При участии фонда возрождения Старецкого Свято-Успенского монастыря за последние пару лет проведены работы по благоустройству площади у памятника, также парка с амфитеатром перед главным входом в обитель. Это уже успели оценить гости города. Нам здесь нравится, во-первых, мы часто здесь бываем. Природа красивая, во-первых, город красивый. Ну, нравится то, что сейчас делается, восстанавливается город Старица. Прекрасно, просто прекрасно. С 2019 года мы ездим в Старицу. Изменения колоссальные. По сравнению с тем, что было в 2019 году и на сегодняшний день в 2024 году, изменений очень много. Торжественная церемония открытия памятника стала частью празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича. Для Тверской земли это особенно значимое событие. Празднование 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Наша Тверская земля принимает активную часть. Я хотел бы выразить слова благодарности президенту Российской Федерации, правительству, лично Татьяне Алексеевне, которая уделяет нам огромное внимание. И сегодня одним из плодов этого труда стало открытие памятника Александру Сергеевичу Пушкину. В этот же день Татьяна Голикова, Игорь Руденя и Виктор Христенко побывали в храме в честь пророка Ильи. Возложили цветы к памятнику адмиралу Корнилову. В Центре духовного развития детей и молодежи образ, при Свято-Успенском монастыре, пообщались с педагогами и воспитанниками, которые подготовили программу, представили фильм о своем центре, а также устроили концерт.